Так, всё, ребят, поехали. Началась у нас тут, значит, короче, это вторая карта. PR против Virtus.pro. Счёт 1-0 в пользу Power Rangers. Первую катку они выиграли, ну, достаточно уверенно. Игра была, мягко говоря, такая тухленькая. Пауэрэнджерс завладели преимуществом за счёт того, что Джотом нафидонил максимально вообще, как только мог. Вот, и потом просто-напросто наращивали, наращивали, наращивали. Максимально мешали Геррокоптеру на Эншентах делать стаки. И тем самым Фура сделал кучу шмоток себе, Сларк сделал себе кучу шмоток. И, в общем говоря, в этой гонке вооружений, так скажем, PR оказались сильней. Вот вся игра. В двух словах. Furion Visage UPR. Опять, это эти два героя, которые были в прошлой карте. Dazzle, Слардер и Инвокер. Ни одного из этих персонажей в прошлой катке не было. VP нас радует изобилием и разнообразием героев. Банят с Люкан и Эншент Оперейшн, а второй стадии Лайфстиллер плюс Луна. Пээры вычёркивают никс-ассасина Эмбера. И банят они Элдер Тайтона плюс Клокворка. Клокворк. Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тюм. Тек. Я извиняюсь. Да. Тю-тю-тю-тю-тю-тю. Тен секундс-тю-тю-тю-тю-тю. Нага Сирен. Радиан, с пиэк. Тю-тю-тю. Дайер, с пиэк. 10 секунд to go. 5 секунд. Я Шадо Шаман. Радианс Бэн. 10 секунд to go. У одних очень хороший пуш, у других очень хороший файт. И тут дело такое. Угу. По банам. Ну, по банам мы тут уже проходились. Новых банов пока нет. Пошла последняя стадия банов. По одному герою должны вычеркнуть команды. И думают... ВП. Ну, надо что-то банить, чем могут их спушить. То есть, дополнительный какой-то герой. Драгон Найт, например. Могут легко ПР взять Драгон Найт. А они банят ОД. Под этот пик очень неплохо подходит Драгон Найт. Я думаю, Шадо Шаман и Нага будут суппортами. Хотя, конечно, может быть, Шадо Шаман в мид пойдет. Или Нага в мид пойдет. Такое было в доте и не раз. Ластбан Чен пикают Виртус Про Энигму. И последнее слово за ПР-ами. Так. 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 Название стрима поменяю, что тут. Ага. Ластбиком вообще берут Бэтрайдера. Но все-таки Ластпик это мидер. И Драгон Найт. Ну, я думаю, у ПР был... Этот герой в голове. Но, так скажем, у них уже и один, и второй герой очень хороши в пуши. И решили, видать, взять более такого агрессора, с которым можно убивать. Ну, вообще, с Драгон Найтом тоже можно убивать. Скандал у нас на Бэтрайдере. Нага от Муна. Будет у нас фармящая Нага. Что... Такое себе. Джефор. Шадоу Шаман. Фурион. От Чирского Кота. ФНГ. Визаж. У... Виртус Про. Смайл. Энигма. Гот. На Инвокере. С этим сетом. Джотом. На Дарксире. Смайл. Где Смайл? А, Смайла мы уже видели. Смайл на Энигме. ДНС у нас будет шпилить на Дазли. Или Дан Слартер. Вот такие вот расклады. Ну, вот, поменялись Джотом со Смайлом. Посмотрим, как Джотом в харде будет стоять. В целом, Джотом, конечно же, имеет представление, как стоять в харде и что делать. Но опыта в любом случае у него очень мало. И, по идее, это должно сказаться негативно, как минимум на начальном. Ну, вот, на первое время. Что будет потом, я не знаю. Потому что все-таки, как ни крути, на тех героях, на которых ты играешь постоянно, уровень игры один. Когда ты играешь, переключаешься на других героев, уровень игры совсем другой. Фура. Посмотрим сейчас, как он будет на харде выкручиваться. Тут уже его ждет НС с дабл дэмэджом. Крипов. Зачем-то НС подстопил немного. С собой. В миде Айдалоны. Но, как минимум, одного крипа уже скандал не получит. Ни икспы, ни золота с него. Неприятная штука. Ну, не критично. Жить можно. А вот у НСа... У НСа пока, вроде, получается гонять Фурыча. И даже с первой пачки крипов Фура практически ничего не получил. Поизон-тач. Тычка. Фурион тоже, конечно, отвечает хитами. Но, буквально, получи второй левел Слардер и все. И там уже Чешир будет не столь наглым. Потому что Слардер ускорится и догонит, там уже мало не покажется. Пока, пока, пока живет. До второго левела еще экспу получать и получать. Угода. 5-1. Там 6-1. Тут 4-1. Скандал пока немного проседает. А вот и Джо. Там на топе. Нет. Все-таки не убивает. Еще слишком маленький левел. Да и на сетку, я смотрю, тут маны не хватило. Обрабатывали просто. Так. Идут, идут, идут. Чешира. Стан. Тычка. Тычка. Пойзон-тач. Хотят, хотят сделать ФБ. Ну, буквально один хит. Ну, НС, еще один хит. Один. Ай-яй-яй-яй-яй. Один удар. Ну, ешкин кошкин. НС, НС. Ну, не знаю. Он засейвил или дана. В принципе, это дело саппорта. Своим хилом. Но мог еще развернуться, попытаться сделать тычку. Тем более, что здесь даже хила не было. Ну, да ладно. Уходит с телепорта на базу. Со скролла, наверное, вернется. Да, он так и есть. Ну, нет. Конечно, масла противные. Даже инвокеры не очень приятно. А на топе всё-таки делают ФБ. Всё-таки джотом, 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 джотом. Вообще пик неприятный. Если учесть, что там есть Нага, и ещё есть Шадоу Шаман со своей сеткой, то получается, что шансы Дарк Сира на топе выжить крайне малы. Но Боттл он себе уже взял. Я бы на его месте сейчас пидорил в лес. Просто в лес, и как только линия спушивается, приходишь, дефишь. Пока линия не спушена, фармишь лес. Больше вывезет. Там просто Энигма. Вот в чём проблема. Энигма фармит лес. Но в любом случае, Энигма, не фармит все споты. Что-нибудь можно было бы поделить на двоих. На ФНГ пока бегает без дела. О, инвизитс. Он вставляет скандалу. Скандала до ультимейта. Экспы ещё не хватает. Была бы ульта. Можно было бы года цапать. Год пока спокойно крипится. У Чешира тем временем 5 крипов. Всё очень и очень серьёзно. Играет крайне осторожно. Взять из-за Дарксира. У него 10 крипов. Как бы не намного больше. Но при этом он ФБ всё-таки отдал. Или Дан Бузит. Стан. А на Грей... Лол. Это сейчас вообще было очень нелепо. Бэтрайдер в наглую залетает под Тауэр и делает килл на инвокере. Скандал тоже умирает. Гот оформляет даблкил, но в таверне, к сожалению, будучи. Это, кстати, сейчас вообще просто так нелепо смотрелось. Слардер засуицидился. Я думал, там есть Грейв у Дазла, а у Дазла Грейва нет, и как бы... Нахрена было отдавать себя бредово? Это же не Ферстблад был, это обычный был килл. Ради него суицидиться, по-моему, не стоило. Койзон Тач, запирает Слардера. Бэтрайдер под Энвизом, цепляет Элидана, его еще и фокусит Тауэр под спринтами, просто без шансов поймали Энесса в лассо. Энесс тоже умирает, пришел ФНГ, говорит, ребят, я здесь. У него зато почти арканбуции. Осталось буквально двух крипов добить, полетел на базу. Гот фармит пока себе линию. На топе Джотом. Дали ему свободу действий. Наконец-таки отстали от него. Теперь уже можно и покрепиться, но пока 17 крипов не особо тоже много. В миде скандал. 2-1. Стата вполне хорошая. Энигма у нас из лесу особо пока не выходит. Солринг что-то принес. Тапочек. Ну, за 6 минут Солринг и тапочек. Не густо, не густо. Ну, 32 крипа у него. По фарму, по сути, он не отстает. Дефолтный такой фармящий лесной Энигма. Ну, почти дефолтный. Так, так, так. Мелефейсы. Колд снэпы. Блэк Холл хочет заюзать. И юзает его. Ну, скандалы здесь, конечно же, не отпустят. И тжет скандал. Подтянулся сюда ФНГ. Делает килл. Гот. Ой, Энесс очень наглый. Делает все-таки Энесс фраг. Тауэр до Энесса не достает. Энесс откидывает Пойзон Тач. С руки Гот пытается... Ну, мог, кстати, забрать. Но просто там очень нагло сзади заходит... Я не знаю, что это сейчас было. Чеширо. И он умрет. Он просто тупо отдался. И, кстати, еще и этого можно попытаться забрать. Санстрайк. Попадает и делает килл. Ай да хорош. Ай да хорош. Просто... Гот царь. Банка. Батрайдер цепляет. Полетел, полетел, полетел. Года отпускать не хотят. Колд снэпы он не сможет заюзать, развернуться. Стики. Колд снэпы. Ну вот он пытался. Вы видели сами. Но под маслами Батрайдера невозможно просто сабыть. А тем временем снизу Смайл делает грязь. Просто-напросто пушат. Семь. The дайер gave up a bottom tower. Радиент's mid-tower's coming apart. Доброе утро! Дайер's Mid Tower is having technical difficulties. Дайер's Mid Tower could use a little help. Дайер's Mid Tower isn't partial to that Mid Tower. Дайер's 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 Mid Tower won't last much longer. Дайер's Mid Tower. Дайер's Mid Tower seem better days. Такс. Денять тавер надо. Эть, ну не хватает дэмэджа. У Слардера, кстати, у Слардера вообще такая беда с уроном. Герой, который не покупает ничего себе на дэмэдж. Этот герой, кстати, вообще себе почти ничего не покупает. Как-то не очень у Иридана с фармом. 1, 2, 40 крипов. Ивангуарда нет, и ПТ нет. Но штука голды есть. Будет, судя по всему, сейчас как-то пытаться копить на даггер. Иначе без даггера этот Слардер вообще полная бесполезность. Дайор, что-то урона. Ну, года. Кроме Форса пока ничего нет, но за 11 минут он еще нафармил сверху 2000. Нетфорс у него топовый. Может себе даже Мидас, мне кажется, купить, не пожалеть. У него все настолько шоколадно, что Мидас бы взять было не лишним. Но пока оставляет деньги. Скандал с даггером. И на топе у ФНГ могут быть проблемы. Опа! Нашли ФНГ. Это просто изи мани. Too easy for easy. В нашем случае для года. 240 голды на халявку. И забирает Виртуз Про Тауэр. А эти ребята забирают Рошана. Все-таки... Не мытьем-то катанием забрали. Ну, ВП в любом случае вынуждены ломать ТВРа. Они могли бы, конечно, пойти на Рошана в наглую. Но, видите, что делают эти хитрые Пауэрэнджерсы. 3.800. Вот сейчас Виртуз Про играют против практически того же пика, который брали сами. И Нага за 12 минут... Ну, Нага-то, видите, она сделала себе Сакрит. А Екис даже ей оставили. Какая наглая игра. Покупает она Сакрит. 300 голды осталось еще сверху. Буквально, получается, 1000 накопить. И будет Радианс. И Радианс появится гораздо быстрее, чем это было в игре Виртуз Про Сигма. Где Виртуз Про как раз-таки брали эту Нагу. Но за счет вот этой Наги... Ой-ой-ой-ой-ой, баночка чуть-чуть не долетела. Хорош. Слон. Много сваливает. НС не успевает ничего сделать. Ну и Тавар даже не динайбл. Ой, а что... Лол? Что? Зачем? Какая-то нелепая сейчас ошибка. Выбивает Аегис из Наги. Ее заберут второй раз. Да. Ее просто развалили. Ну, она... Это Нага без айтемная, грубо говоря. Вот этот Сакрит ей вообще ничего не дает. До тех пор, пока не появляется сам Радианс, от Сакрита пользы ноль. И уже вторая игра... Вот первая игра была в исполнении ВП, где они насосали этой Нагой. И сейчас то же самое делают ПР. Зачем... Зачем брать эту Нагу через Радик? Это же такой идиотизм. Это просто бред полнейший. Она же не герой. Она на данный момент из себя вообще ничего не представляет. Это настолько юзлос. Страта просто убогая. Брать Нагу, делать ей Радик. У Наги что? В иллюзии настолько крутые, что если сделать ей Радианс, она и всех убьют. Нет. После Радианса нужно будет... Ну вот пока она нафармит Радианс... Я ищу, как минимум, надо сделать Виталити Бустер, плюс там какие-то ПТ-шку хотя бы какую-то. И как бы это будет минута тридцатая, двадцать седьмая, и... Логику я не вижу, как бы, логики в этих действиях. Если бы Нага умудрялась как-то выфармливать Радианс к минуте к пятнадцатой стабильно при любых раскладах, то другое дело. Но хрен его знает. Ну все, посмотрим. В принципе, Радианс тут уже почти есть. Тут уже Даггер появился, Форс вперед Джотом. Джотом вообще, кстати, Дарксир такой себе 0.1.4. Ну, так скажем, опыт. Опыт ему еще надо только-только набирать. Скандал там в засаде, ждет кого-то. Никого нет. ЗА! ЗА! Так, ага, на го. Так, ага, на го. Одна иллюзия подошла, дала рептайт и сдохла. С радианса она практически ничего не надамажила. Ну, сдалека, сдалека там что-то делают. Не дают зайти на хайграунд, тяжело. Он быстренько убивает опять иллюзию. Ну и вот так вот по одной иллюзии... Хе-хе. Заставляет, конечно, напрягаться. Ну, дазл мана есть за счет арканвудс. Еще одни арканвудсы тут имеются. Че не прожимают джотом, не знаю. Дазл хилит. Тауэр медленно, наверное, спиливают. По 10 дэмэджа наносят эти форш-спириты по тауру. На иллюзию амплифай. Сурово, конечно, сурово они обходятся с иллюзией. Не церемонятся. Крэш на нее нахрен. Че, че жалеть-то? Бэтрайдер берет еще и форс. Ну все, вот сейчас уже точно должны додавить тауэр. Так. Слардер запрыгнул. Его успели захексить. И в итоге Слардера просто разваливают. Энигма. Подхилил Меккой. Вообще должны сейчас, по идее, как-то ВП пытаться отступить. Но их в спину сейчас поубивает всех. Стенка вакуум. Пошел Метеор. Метеор ничего не сделал. Сон зацепил двоих. Но не хотят ПР и дальше идти драться. Потому что сразу два байбэка. Ой-ой-ой-ой-ой. Убил Некрача. Потеряли, кстати, все-таки Роджевой Барак. Виртус Проб продолжает давить. Шадоу Шаман не тратил, кстати, змеек. Надо теперь поставить их. 20 секунд до ультимейта Батрайдера. Ну что он не ставит змейки, я понять не могу. О-о-о-о, да. Джеффор не ставит змейки. И даже сейчас он это не делает. Лол, ну хотя бы змейки-то тыкни. О, рука, лицо. Просто, ну, неплохой Блэкхолл. Кильпов. Хорошо. Так. Ну, Шадоу Шаман байбэкнулся. Смайлуха отъезжает. И вроде как сейчас все очень печально. Может быть для ВП. Они потратили два байбэка, чтобы забрать бараки. При всем том, что Шадоу Шаман тупил просто нереально жестко, пятеро игроков Виртус Проб сидят в таверне. Феноменальный Блэкхолл от Смайла, конечно. Стоит отметить. А тем временем снизу фура сплитит. С пеньками, некрами. Почему он ушел? А, он пойдет на топ, наверное, сейчас сломает тавер. И почему он снизу ушел? Что это фестиваль непонятных мувов? Кто-нибудь не может объяснить? Почему он не сломал снизу тавер? Он бы сейчас его сломал и ушел бы. Я еще ничего не понимаю, походу, в этой игре. Под названием Дота. Пойду в лол, короче. Фурион, вместо того, чтобы сломать пять игроков команды ВП в таверне сидят, он не пошел ломать. Он испугался, что инвокер после... Просто байзем-везбайзем... А, ну. Может быть, он испугался байбеков каких-то, кстати, как вариант. Ну, не знаю, короче. Странные какие-то мувы, ну, ладно. Думаю, чеширу повидней. Что и как делать. Так, у нас тут шадоушаман нафидонил. Судя по всему, санстрайком его прикончило. Так и есть. Ну что, один барак сломали. Второй барак не могут осилить. И вот эта нага теперь уже имеет траву ла. Покупает себе яшу. Будет боттл. Пошла-пошла фармить. Все и вся. Куда пошла эта нага? А, линии толкать. Лес он фармить не хочет. Хочет толкать линии. Оп. Ну да, срубает, конечно, бабло неплохо. Ничего не скажешь. Если грамотно использовать такую нагу, она подымает дикие бабки. ВП. Продолжает, продолжает искать. Опа. Прыжок. А, понял. Лидан дабл клик нажал на даггер. В итоге даггернулся немного не в ту сторону. Но, благо, это не очень отразилось. Получается сделать килл. Лиданыч. Успевает закрэшить. И его, по идее, должны забрать. Да, очень много дэмэджа получает. Умирает. Три игрока в Virtus. Проситят в таверне. Гот. Имеет метеор пока в своем арсенале. Больше ничего. И, в принципе, тут... Воу-воу-воу. Нихрена, сколько там урона-то? Ну, подамплифаем. Очень жестко дэмэдж вошел. Убило бы трайдера. Но все равно размены очень приятные для ПР. Они минуснули троих. Потеряли двоих. Один из них саппорт. То есть, ничего страшного. И, в принципе, урона-то. Иллюзии. Ну, Гот развлекается как может. 23-я минута. Нага. Пока 1600. Вот буквально недавно появилась Яша. Уже 1600. То есть, Нага фармит бешенными темпами. Приятного мало. Да, злоубивают. И принимаются за убийство Рошана. Можно пресекать это дело. Неужели они опять отдали Рошана? Да. Как-то вот ПР все-таки умудряются переворачивать игры. Аеги, Суу, Наги до Манты осталось буквально чуть-чуть. Эмммм. Так. Ай-яй-яй-яй-яй. Если бы Рептайдом зацепило, Смайл бы умер. Вот так вот. Иллюзии Наги уже начинают. Ну, вот как бы наезжал я, наезжал на Пауэрэнджерс. Ну, на самом деле, если бы Виртус Про были бы чуть более собранными, чуть меньше фейлили, то я думаю, эта стратегия ПР, она бы их очень сильно подкачала. Но по итогу... Кстати, очень приятная руна для Наги. Она может за счет этих иллюзий нафармить очень много Фурион. Типа, как его нашли? Чешир не понял, как его нашли сейчас. Такое молчание в ответ. Ну, догадались. Че, первый раз, что ли, в доту играют? Первый раз Фурион в каких-то нычках сидит? По-моему, это не первый раз. Побежали Пауэрэ выгонять Виртусов из своего леса. Ну, и в принципе... Тут уже почти Хекс. Ну, как почти? Ультимейт Орп есть, в принципе. Что-то как-то... Почти это уже перебор. Джотам до сих пор толком ничего не имеет, кроме Форса и Аркан Бутс. У него вообще нет айтемов. Такая же печаль полная. Джотам не знает, что делать этим героям. Он бегает просто... Дает вакуумы и ускоряет. Ну, так скажем... Я тоже мог так же отыграть на этом персонаже. Такой себе Дарксир. С Лардера. Что делал здесь Иллидан один? Остается только гадать. Но... Виртус Про. Ну, это вообще не только Виртус Про. Многие наши команды СНГшные любят, любят так вот загуливать. Какие-то непонятные глупые мувы делать. Вот что делал Слардер тут. Хрен его знает. Вот по одному отдаются. То в одном месте, то в другом месте. У Чешира рано или поздно появится Хекс. Нага там уже, наверное, в какой-то Тараск сейчас начнет выходить. До выпадения Егиса еще буквально 3 минуты. Надо его, наверное, реализовывать. Хотя, опять же, да, ПР-ам торопиться некуда. В этой гонке вооружений ПР-ы сильнее. У них Фура и Нага. В затяжной игре эти два персонажа... Один наносит тучу дэмэджа. А другой наносит тучу дэмэджа еще и сплитит. Такие вот дела. 1360 голды. Сурово. Прилетает Фура на топ. Что там у Фуруча? 2600. Ну вот, как бы, денежки у Фуриона тоже прибавляются бешеными темпами. А здесь сколько? Тысяча. Ну, Хекс тоже делается. Будет, будет у Инвокера. И вот если бы он купил себе Мидас, если бы он себе купил Мидас, на 11-й минуте у него был Форс. Были Фейзы, по-моему, Форс или Тапок и Форс. И 2000 голды сверху. То есть он на 11-й минуте мог себе позволить Мидасянский. Сейчас бы он 10 раз окупился уже. Иллидан опять загуливает. Но вроде как все нормально. Грейвом его подсейвили. Жить будет. Ай-яй-яй, летятычечки. Но он не умирает от них и хочет драться дальше. Отхиливаются с... Отхиливаются с урны. Скандал делает себе Бик-А-Би. На топе Нага пушат. У Наги 462 мувспид. Господи, почти на максимальных спидах перемещается. Очень крутая тема. Левел здесь уже 15-й. Пусть он точно иллюзию. Хенес с иллюзией еле-еле одной может разобраться. И то... Нет, он даже с одной иллюзией разобраться не может без помощи. Жесть какая-то. Батрайдер там что-то... Чем-то получил, походу убил Некрономиконца. Ну и терпят, терпят ПРы. У нас опять пошла такая дотка в... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Ну, чуть-чуть попозже, может быть и получилось бы убить Несса. Прилетает сюда все-таки Чешир. Забирает. Скролл у него в кулдауне. Телепорт тоже. Прилетел Джотом. Начинает драться. Чешир его тычкует в ответ. Плюс Некрочи запирает. Джотом умрет. Джотом умрет. Вот это да. Ай-яй-яй! И пошел! И пошел! Ну уж, хоть так. Двое отдались, чтобы убить одного. Дело такое. Ну, три игрока, кстати, ПР тоже. В таверне там параллельно у нас где-то что-то началось и... Начистили ФНГ. Попец. Несси с Джефором. Ну, тут у них, кстати, 1.7. У ФНГ 9.5 ФНГ. На визажике играет. Ну, играет, как и должен играть визаж. Потому что этот герой должен иметь киллы. Сильный достаточно персонаж. Не, Нигма. БКБ, Плэтмейл. Судя по всему, хочет какую-то шиву заварить. Но пока... Пока то, что есть БКБ, уже неплохо. БКБ, Мека, Даггер. И есть чем подхилить. Есть чем ворваться. И себя засейвить там. Тоже есть чем. Ну, сетка Наги в любом случае сбивает. Блэк Холл даже под БКБ. Ну, остальное под БКБ уже не собьет никак. Всего остального бояться не надо. Тут уже 2900. Три косаря. Ну, в общем, фура уже, можно сказать, Хекс-то делал. Главное, не отъехать. И чуть-чуть доформить. Нага, четыре косаря. И если глянуть на графики, то они уже начинают скатываться. А ведь преимущество было в 5000, а теперь уже в 7500 в пользу ПР. И как бы... В очень затруднительном положении. Слардер вообще никакой. Смотрите на его айтем. Он бегает просто без шмоток. Пустышечка такая. Эта рыбешка больше демоджа с Айн Шейла наносит, чем... Как-то там со своих крэшов и с руки. Все очень печально для ВП. Эту катку, если они выиграют, это будет какое-то чудо. Не знаю, что должно произойти. Докторики должны просто, не знаю... Дьявол должен овладеть игроками команды Power Rangers. И заставить их фидить. Хельга. Отличный никнейм. Может быть имя. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Тирик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. А я, тем временем, неравную битву скачиваю. Ну, что такое? Джо там. И... Правду ведь сказал. Чекают ворды. Так, все, чекнули. Можно продолжать. Ох уж эти дотскеры профессиональные. Так, перетяжечка пошла у нас вниз. Тут втенается Тауэр. Скандал может устрять. Но прыгивает. Что там у фуры? А! Хекс для лохов. Сделал себе манту. Против амплифая. Манта, кстати, норм работает. Будет сбивать с себя этот противный амплифай. Тот же инвокер. Если вдруг колдснепы какие-то повесит. Можно нажать манту. Сбить с себя фокус. Вполне нормальная штука. Так. Начинается у нас тут жесткая перепалка. Слардер. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Метеор хорошо падает. Но там экзор... А, экзорты уже промакшены. Все нормально. У нас же экзорты в инвокер. Слардера развалить, по идее, должны. Да, разваливают слардера. Два в два пока размен. Но керри поменяли на двух суппортов. НС тоже минус. Три в два размен. Слардер байбекается. Пытается уйти отсюда фурион. Манта есть. Сейчас надо пробежать немножечко. И, может быть, заюзать манту. Нага грызет. И году... Году кирдык. Года легко убивает. Юзайца Блэк Холл. Ух, ух, ух. Какой Блэк Холл. Что, мунус могут развалить? Сетка. Юзайца иллюзии. И давай, давай пилить этого слардера. Крэш. Дерется, дерется. Понимаешь, что он все равно никуда не уйдет. Дерется до последнего. И это ГГ. Да, да, да. Вот так вот. Градиент's mid-tower's getting banged up. The dire won this time. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Субтитры сделал DimaTorzok.